Подключается к разговору депутат Госдумы Сергей Боярский. Сергей Михайлович, как слышно? Вечер добрый. Вот в региональном у нас парламенте есть новый законопроект. Это 15 метров от кафе, ресторанов, торговых центров. Это и запрет на курение в подземных, пешеходах и надземных, и так далее, и так далее. Вы как оцениваете введение этого закона? Все зависит от культуры человека, понимаете? Мы не можем описать все буквой закона. Это просто невозможно. И наверняка такой закон появится и будет поддержан. Вопрос, будет ли он исполняться и в практике его применения. У нас, к сожалению, суровость законов компенсируется необязательностью их выполнения, что печально. Ну а вот вам не кажется, что мы из крайности в крайности? В России курит около 25% от населения, то есть каждый четвертый. Не считаете, что придумывая все новые и новые ограничения для курильщиков, мы ограничиваем их права? А где курить-то им теперь? Я с вами согласен. Мы не должны бороться с курильщиками. Я всегда аккуратно защищал их права. Я курильщик с многолетним стажем, но также уже несколько лет как оставил эту вредную привычку. Поэтому мне понятны чувства и людей курящих, и не курящих. Я, к слову сказать, был единственным автором законопроекта, уже федерального закона, который позволит вернуть курительные кабины в стерильные зоны аэропортов. Они это обязательно сделают, как только спадет накал пандемии и появятся в их коммерческих бюджетах на это средства запланированные. Потому что там мы, по сути, провоцировали человека на право нарушения. Мы не даем ему возможности выйти ни туда, ни сюда. Значит, выйдешь обратно, потеряешь право полететь. Значит, выйти на улицу из стерилизованных в сторону самолета нельзя по правилам безопасности. Загоняли их в туалет, где, собственно, всегда было дымно, и они абсолютно не приспособлены были для курения. И страдали от этого в первую очередь не курящие, которые зашли руки помыть, вышли как будто пропахли пепельницей. Так что определенные шаги логичные нужно делать, исправлять ошибки. Но, тем не менее, я рад, что мы не курим свободно в кафе и в ресторанах. Это правильно, это со всех сторон, на мой взгляд, хорошо. И нет никакой проблемы выйти на улицу покурить, уж если очень захотелось. Другой момент, что, например, попали под регулирование, в первую очередь из-за пандемии, под запрет кальянные. Именно кальянные, а не кальяны в ресторанах. Вот кальяны в ресторанах, по букве закона, мы запретили. Но я сейчас наблюдаю и в Петербурге, и в Москве, что запрет нарушается. По-тихому, не знаю, из каких соображений, но в некоторых кафе и ресторанах продолжают предлагать вот эти кальянные коктейли, так называемые. Я несколько раз даже обращал на это внимание, вступал в диалог с администрацией, после чего то или иное заведение, которому не повезло, в которое пришел я, это делать прекращаю. Но отдельно стоящие кальянные, которые основным видом деятельности занимаются, я считаю, нужно также просто зарегулировать, поместить в правовое пространство, сделать туда строгий вход 18+, разработать технические регламенты по дымоудалению и так далее, по безопасности обработки всех этих колб, шнуров. Как они там называются, правильно? И тогда мы получим, согласно федеральному закону, сейчас они запрещены. Ну и последнее. Сергей Михайлович, продолжите борьбу с курильщиками или нет? Я настаиваю на том, что я никогда не боролся с курильщиками, я всегда был за тех, кто страдает от этой очень серьезной привычки, от этой, можно даже сказать, зависимости. Вот, я настроен бороться за здравый смысл. Ну спасибо. На связи со студией вечернего хэштега был депутат Государственной Думы, один из авторов федерального закона о запрете курения в общественных местах Сергей Боярский.